Доброе утро, дорогие друзья, у микрофона Анастасия Ножко, и сегодня тема, на которую я хотела вам предложить поговорить, это электромобили и их будущее. Почему именно эта тема? Потому что накануне было несколько новостей, например, такое было. Александр Новок сказал и заявил о подготовке к обминам программы развития электротранспорта. Одной из ключевых ее задач будет создание инфраструктуры зарядки, зарядной инфраструктуры. Об этом можно у нас на сайте прочитать новость. Коммерсант написал, что Bentley переходит на выпуск автомобилей с электроприводом, и она представила свою стратегию развития на ближайшие 10 лет, которая направлена на снижение ущерба экологии посредством выпуска более технологичных автомобилей. В рамках этой стратегии к 1926 году Bentley перейдет на выпуск гибридных и полностью электрических автомобилей, а с 1930 года полностью перейдет на выпуск электрических автомобилей. Но об этом вы могли прочитать в Коммерсанте. Более того, есть еще там целая грядка новостей с разных концов света. Например, новинка Audi e-tron, лидер по выдачам электромобилей в Европлане в третьем квартале 2020 года. Ну вот, про Bentley мы с вами прочитали. Ученые НГТУ показали первый нижегородский беспилотный электромобиль. В Беларуси планируют, у них там запускается БЛАЭС, и к ним, видимо, пришли журналисты спрашивать, не будет ли какого-то переизбытка электроэнергии и так далее. Они сказали, что они готовы ее продавать, но вообще они рассказали заодно, что у них в республике потребляют электромобили. Там у них есть данные, сколько они потребляют. Им нужны зарядки. Вообще они собираются зарядную инфраструктуру развивать. И обо всем и об этом мы поговорим с Ией Гордеевой, председателем Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта. Здравствуйте, Ия. Вы с нами, да? Я слышу. Добрый день. Да, здравствуйте. Да, я слышу. Скажите, пожалуйста, вы вот председатель такой ассоциации. Какие у вас перспективы? Как вы видите, что наш автопром перейдет на полностью производство электромобилей? Это реально в стране такой, как у нас, где сырье и так далее, и традиция мощная, бензиновая? Вы знаете, я безусловно верю в то, что мы перейдем на электромобили, и это даже не связано с тем, что у нас есть противодействие некое, да, нестегазовому ломбе. Это, прежде всего, связано с тем, что мир меняется. Мир меняется очень быстро, и как мы с вами очень быстро перешли от кнопочных телефонов к смартфонам, точно так же быстро мы переходим на сегодняшний день от бензиновых машин к электрическим. Это связано с несколькими моментами. Прежде всего, это цена аккумуляторных батарей. То есть, за последние 10 лет цена снизилась в 10 раз. Если раньше киловатт-час стоил около 1000 долларов, то на сегодняшний день это около 100-150 долларов за киловатт-час. И второе, то есть, это, прежде всего, снижение стоимости самого автомобиля, потому что батарейка – это 30% от ее цены. И второе – это экология. То есть, большинство европейских стран на сегодняшний день как подписали конвенцию ООН о климате, так и есть объединения. Допустим, КОП-26, 26 стран объединились с целью снижения выбросов электромобилей. Это как раз то, что дает нам экологию воздуха, да, потому что выбросов у электромобилей нет. Даже если мы говорим о том, что при производстве электромобилей или при производстве батарей все-таки у нас есть некие выбросы, то они несоизмеримы с теми выбросами, которые есть в городах, потому что дышим мы с вами именно там, то есть на наших улицах, где эти все выбросы оседают, в том числе на наших легких. Да, я даже себе представить не могу такого, вот чтобы у нас как на даче стало в городе, да, где никто не ездит, а ты там в тишину приезжаешь в какую-то, они же еще и тихо двигаются, кроме всего против, насколько я понимаю, да, там нету привычных вот этих вот. И что ты в городе, значит, выходишь, тишина, никакого вот этого запаха, когда стоишь в Ленинске перейти, там, значит, ждешь, ни вот этого нет. То есть машины едут тихо и без выхлопов. Я себе представить этого не могу пока. То есть я могу представить, но мне кажется, это какая-то фантастическая, очень привлекательная картинка. Ну, и сразу вот у нас есть же слушатели, которые нам пишут непрерывно на Телеграм, говорит МСК-бот латинскими буквами. Если кто еще не писал ни разу, напишите. И СМС плюс семь девятьсот двадцать пять, восемь, 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 двенадцать четыре и восемь. Одна из самых больших, ну, как сказать, не знаю, заблуждение ли это, но то, что люди пишут, и то, что у меня был этот вопрос изрел для вас в голове, о том, что само производство этих батарей действительно, оно настолько, ну, настолько оно плохо влияет на экологию. Друзья, если даже и плохо, вы представьте себе просто на секунду, что третье транспортное кольцо – это больше не гарантированная копоть. Копоть, кстати, копоть. Они не производят копоть, которую производят бензиновые автомобили. Вы просто на секунду себе представьте, что жилые дома, которые стоят на беговой, вдруг перестанут там кричневеть, там, может быть, проветривать, открывать окна, которые выходят на трассу, да, правильно я понимаю? То есть это вот, это такое будущее. А полный, да, ну, вот вопрос, который люди шлют, это вот как раз про вред производства этих батарей все-таки. Вы можете чуть подробнее раскрыть? И вообще, само производство электроэнергии, вот я зачитала, увидела тут, что Беларусь вообще эту атомную электростанцию запускает. Там речь идет о таком, может быть, отложенном, каком-то долгосрочном, да, там отработанный материал все равно какой-то появляется. Вообще, проблема экологичности выработки самой электроэнергии, она как, и аккумуляторных батарей, как она решается, за счет чего? И существуют ли утилизационные, может быть, какие-то, или при производстве, что на самом деле требуется, что на самом деле грязного там происходит на производстве батарей? Вы знаете, ну, это такое вот расхожее заблуждение о том, что насколько это вредно, и мне кажется, это вот те, кто напротив развития электромобилизации, высказывают такие предположения, потому что если вы возьмете реальное положение дел, то фактически в чем суть, как используются батареи, да? То есть производство батарей – это одно направление, и здесь оно не менее загрязняющее, чем производство, допустим, тех же шип, но если вы берете, основной вопрос обычно про батареи – утилизация, да, потому что произвести – это не проблема, там не столько затратно, а вот утилизация, потому что, да, там, литий, как его утилизировать и какое загрязнение он приносит. Так вот, если мы берем обычную батарею, то срок службы, вот, допустим, Тесла дает, там, 8 лет гарантии, да, на своей батарее. То есть 8 лет – это гарантированно, ничего с этой батареей не произойдет. Что происходит после этого? А после этого происходит вторичное использование этой батареи в накопителях. У той же Теслы вы можете посмотреть, есть продажи накопителей. И когда батареи изымаются из автомобиля, то есть они еще около 10 лет могут служить в накопителях в домах, да, и экономят вам денежки на то, что вы можете, допустим, заряжать эту батарею по ночному тарифу, да, когда вот маленькая цена, а, допустим, использовать в дневное время. Также это решает проблему отсутствия мощностей, да, и потребности подвода дополнительной мощности к тому или иному объекту. Это очень существенно, допустим, для трасс, где сложно подвести электроэнергию. Это существенно для крупных предприятий, которые могут сглаживать свои пики именно такими накопителями. И дальше эта батарея уже утилизируется путем, есть несколько способов утилизации. Это разборка батареи, использование повторного компонента этой батареи, или есть способы уже промышленной утилизации. Что же касается электроэнергии, то если вы посмотрите энергобаланс, то угольная электростанция, это как раз то, что загрязняет, да, они, а, их доля невелика на сегодняшний день, потому что, а, мы постепенно переходим к атомной электроэнергии, б, в Европе уже все переходят на обновляемые источники, это ветер, солнце, где, сами понимаете, никакого вреда экологии. И дальше, даже если мы говорим об угольных электростанциях, вы абсолютно правильно сказали, что дышим мы здесь, на третьем транспортном, да, а угольная электростанция находится там за 200-300 километров от города, и вот эти выбросы, они просто до сюда практически не долетают, в отличие от выхлопных газов, которыми мы дышим вот прямо сейчас. Понятно, вот продолжают нам активнейшим образом писать люди на СМС, плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 восемь, девяносто четыре восемь на Телеграм, говорит МСК-бот, и чуть позже звонки тоже, и вы же не против, чтобы вам люди напрямую, да, через нас вопросы позадавали. Да, да, вы прям город САД описываете, пишет 35, но это, видимо, к вопросу про третий транспорт, например, когда и если мы полностью перейдем, пишет Анастасия, здравствуйте, если не все так однозначно, если мы говорим о копоте, то 30%, например, на том же третьем транспортном, это израсходованная резина, спасите у специалистов-экологов, Никита Горшинин пишет, вот, ну, хорошо, ну, представляете, если станет минус 70%, я думаю, что Гордеева сейчас нам больше про электро, вот эти вот, про аккумуляторы, про беспилотники и так далее расскажет в большей степени, чем про резину, да, но, ну, хорошо, хорошо, 30 градусов, 30% мы согласны оставить, пока другого способа не придумали. Пайк пишет, каждый город окружен свалками автомобилей, а с развитием электротранспорта будут еще и свалки батарей, пишет Пайк. В нашей стране весь мусор закапывает, где переработка аккумуляторов, зато останутся мотоциклы, хочу гибрид или электромашину Киа, еле спишет. Мотоциклы тоже электрические, кстати, уже делают, или еще пока я вот... Нет, вот делают или нет? Или они больше похожи на самокаты с маленькими колесиками? Нет, нет, даже Харлей Дэвидсон имеет в своей линейке электрический, электрический мотобайк, и, мало того, они есть в России, у нас есть владельцы этих мотоциклов, и мало того, что делают уже мотоциклы, уже запатентованные, сертифицированные электросамолеты. Поэтому мир не стоит, мир отбывается. А скажите, вот я сейчас сходу просто не вижу, надо бы на интернете посмотреть, а Харлей Дэвидсон, который электрический, он имитирует форму традиционного с бензобаком или нет? А не отказывается от прежних линий и форм? Или нет? Ну, я не специалист по внешнему виду, да, но машина очень красивая. На самом деле мы в Санкт-Петербурге проводили мероприятие, к нам эта машинка приезжала. Он очень яркий, можно в интернете найти электрический. И единственное, что... Был интересный, забавный случай, потому что представительство Харлей сказало, что таких мотоциклов нету, на это мероприятие приехал электромобилист на электрическом Харле и сказал, ну вот, смотрите. Ой, как это такое может быть? Ничего себе. Я нажала его картинку, кстати, это как-то курьез прям какой-то, да. Он выглядит футуристично. То есть это не такой Харлей Дэвидсон, который претендует на стимпанк. Нет, нет, это не такой. Он ближе как бы в такую спортивную. Но имитация бензобака есть, просто цветом, я вижу. Ну, посмотрите, дорогие слушатели, если у вас есть, наберите Харлей Дэвидсон электрический, увидите. Вот, может, даже купите. Да, что касается электромотоциклов, то здесь проблематика одна. Это звук, да, потому что мотоциклисты и любят этот друтальный. Да, 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 понятно, да. А его нет. Ты так, оп, а его ничего нет, тишина, да. Ну да, наверное, это не очень приятно. Но, может быть, они придумают какую-нибудь штучку. Такой звук. Знаете, сейчас в библиотеках звуков в каком-нибудь редакторе много всяких звуков. Например, есть звук мотоцикла. Так, читаю сообщение, секунду, 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 отмотаю, очень многие пишут. Toyota Prius с отработанными аккумуляторами в основном продается в Монголию. Там эти батареи бросают в степи и ездят без батареи. Нет утилизации, пишет Владимир Пшенин. Я сейчас несколько сразу, да. Как по мне, так все это чушь. Посмотрите на судно, которое выходит из своего срока эксплуатации. Казалось бы, разрежь да переплавь, да делай новые. Но их выбрасывают на побережье Африки. Если бы Африки, Геннадия, я тут видела, у Камчатки есть кладбище судов. Тоже недавно в новостях говорили, нет возможности его как-то ликвидировать. Лежат они там и ржавеют прямо в воде. А с батареей все еще намного сложнее. Вот, скажите, пожалуйста, вот этот вот момент наш народ очень интересует. Не будут ли они потом отправляться в Монголию, в Африку или в Индию и там разлагаться эти батареи. Как, насколько в ногу идет, так сказать, мысль об утилизации батареи? Я повторюсь, что утилизировать батарею не стремятся на сегодняшний день производители не потому, что не могут, а потому, что батарея достаточно дорогая, ее можно использовать повторно, да, именно в накопителях. И, естественно, их в Монголию возить никто не будет, потому что это дорогостоящий элемент. Его нужно использовать повторно в накопителях, в различных системах хранения электроэнергии, что, собственно, одно и то же. И в этой части, я думаю, что могут наши слушатели не переживать, потому что, что касается судов, в питерской компании МРСА был разработан уже электрический бот, это электрический катер, который был презентован и показан как раз этим летом, и он тоже на батарейках. Ничего себе. Ну, скажите, ну тогда получается, такая батарейка, она перестает служить в средстве передвижения, когда ее эффективность падает, но она все еще может служить у вас на даче и там накапливать, чтобы вдоль дорожки фонарики вам освещать и так далее долгое-долгое-долгое время. Ну, а потом, когда она тоже будет, или она бесконечная, на самом деле? Нет, а потом ее разбирают, соответственно, там масса химических элементов, которые повторно используют. Но у нас есть какой-то завод, который уже этим занимается, или еще пока нет? У нас на сегодняшний день нет. То вот на прошлой неделе я слышала, что одна из структур Росатома заботилась этим вопросом. А в Китае такие заводы уже есть, они стандартные и популярные, потому что, естественно, Китай впереди нас. На сегодняшний день больше 2 миллионов электромобилей, больше 4 миллионов зарядных станций на сегодняшний день в Китае. И Китай ушел от как раз вот этого смога, от грязи в городах, перейдя на электромобили. А на сегодняшний день это уже гибриды электромобиль плюс водород. Да, да, слушайте, здорово. Но насчет того, что полностью ушел, это я не знаю, я видела, что там еще есть проблемы. У нас вот в Москве проблемы со смогом, если вы следите все, дорогие друзья, были вот на несколько дней назад. Но, значит, еще дальше тут же вопросы, ну как же, значит, сейчас где-то тут были, в общем, так невозможно сдать неисправные батареи от ноутбуков, телефонов и остального. Нет пунктов приема, пишет 35-й. Слушайте, есть пункты, конечно, 35-й, но другой вопрос, куда они все потом едут. А главное, вот это, может быть, и не к вам вопрос, может быть, это вопрос в пустоту про простые батарейки пальчиковые, которыми мы все пользуемся, которые, по сути, прототип, да, ну в какой-то степени, тех батарей, которые позволяют чему-то другому ездить, там функционировать долго. У нас даже их, я так понимаю, нет места, где бы их индустриально разбирали. То есть их приемы, пункты приемов есть. Есть какое-то на Урале одно место. Я не знаю, как они там отличают алкаиновые от соляных батарей, потому что там нужно рентгеновскую установку специальную ставить, чтобы весь этот массив обрабатывать и сортировать. Оно, ну это, наверное, не к вам вопрос, да, оно существует или нет, обычные даже батарейки. Ну, я на днях видела слайд в соцсетях о переработке именно пальчиковых батарей, сколько из одной батарейки получается ручек, сколько из батарейки получается различных химических элементов для повторного использования. То есть однозначно пункты приема также есть. Я издаю свои батарейки в обычном магазине, который торгует электроникой, он рядом с домом, он просто у меня. И когда у меня в Тесле валяются батарейки в пакетике, люди спрашивают, а ты что, от Теслы ездишь или нет? А вы ездите на Тесле, а вы ездите на Тесле, да? Да, я уже более пяти лет езжу только на электромобилях. Сначала у меня был Сиат электрический Е500 и маленькая-маленькая машинка, потом ЛИФ, но вот сейчас у меня Тесла, и, собственно говоря, уже 165 тысяч пробега и ни одной поломки. Поэтому это тоже показатель надежности электромобилей. Да, для батарейки есть пункты приема, для маленьких аккумуляторов нет, настаивает 35-й. Да, ну а вот чуть больше батареи, люди говорят, да, вот мы с маленькими, допустим, мы как-то верим, что они куда-то идут на переработку. Со средними нет, а с большими тем более. Но, друзья, это повод вам задуматься о стартапе, мне кажется. То есть это, очевидно, еще пока может быть несуществующий, но скоро этот рынок возникнет. Возникнет ли полностью отработанных или неисправных батарей? Спрос рождает предложение. На сегодняшний день в России около 6-7 тысяч электромобилей. Естественно, очень маленький рынок, и эти электромобили еще не исчерпали свои ресурсы по емкости батареи. Поэтому пока такой потребности, чтобы сегодня это появилось, конечно, ее такой нету, но это как раз повод сейчас строить бизнес, развивать не окры, окры в части работы с батареями. Опять-таки технологии не стоят на месте. Как у нас различные типы батарей есть, литийонные, литийонатные, железофосфатные и так далее, то сегодня уже все переходят и пытаются переходить на новые технологии. Они совершенно разные. Это есть и графен, и иные материалы. Поэтому мы не стоим на месте. И сейчас, задумываясь об утилизации, мы не знаем, что завтра, допустим, если получится стабилизировать графен, и емкости батареи возрастут в разы и в разы. Как вот, допустим, Илон Макк представил батарею, которая дает несколько тысяч километров пробега. Естественно, здесь об утилизации нужно будет говорить о различных химических компонентах, с которых состоит батарея. И что это будет завтра, мы тоже не знаем. Поэтому это повод для развития такого направления в России. Да, ой, ну слушайте, а сколько новостей по этому поводу, которые сейчас-сейчас-сейчас приходят. Продажи электромобилей в России растут взрывным темпом. Какие электромобили покупают россияне? Значит, у нас тут и такие есть. Продажи растут взрывным темпом. Сейчас про взрывной темп, секундочку я. У вас тут сразу по Тесле несколько человек интересуется. Первое, сколько стоит один километр пробега? Вас ввели ли вы когда-нибудь подсчет? И все ли пять лет вы ездите на одной батарее? Вы сказали, что пять лет последние три. Да, конечно, на одной батарее. Мало того, что у меня потери емкости на сегодняшний день 3%. То есть 165 тысяч пробега, 3% потери. И если мы берем стоимость пробега, то здесь нужно считать, где я заряжаюсь. Если я заряжаюсь, допустим, на общественной инфраструктуре, то мой километр пробега стоит мне 0 рублей 0 копеек. Если мы берем стоимость электричества, потому что большинство зарядных станций в Москве и Санкт-Петербурге сегодняшний день бесплатные. Если я заряжаюсь дома по ночному тарифу, то есть именно в ночное время, то у меня километр пробега получается где-то около 35-45 копеек. Если же я заряжаюсь, ну это летом, зимой это где-то около 50 копеек. Если я заряжаюсь на платной инфраструктуре, то это цена у меня где-то около рубль-рубль 10. То есть все зависит от места зарядки. И все равно это несоизмеримо со стоимостью километра бензина. То есть километры на бензиновой машине стоят около 3,5-4 рублей на сегодняшний день. То есть в разы, в разы это дешевле. Ну и плюс в машине на 30% деталей меньше, как известно, да, общенародный факт. И, соответственно, в принципе, сервиса как такового на электромобиле, его нету или он очень маленький. То есть это замена фильтров там на определенном пробеге, это замена масла в редукторе, потому что обычного масла нет. И не поверите, я вот на сегодняшний день еще колодки на своей машине не меняла. Вот только-только их планирую, я их купила, и уже, наверное, месяца 4 я их вожу, потому что рано еще. То есть расходников практически нету, поэтому это очень экономичное владение. Плюс у нас есть льготы в Москве. Это отмена транспортного налога, раз. Второе. Парковки в Москве бесплатные, сами понимаете, 380 рублей в час. Если вы не платите, это уже очень существенная экономия, поэтому одни плюсы. Ничего себе, да. Но мы знаем, что эти машины очень дорого стоят. Ну, то есть, конечно, плюсов много, да. Но вот так вот накопить раз, чтобы купить, не все, может быть, могут позволить. Я, кстати, к Тесле сегодняшняя новость, такая забавная, мне кажется, пришла. Тесла опровергла сообщение об увеличении производства в Шанхае на 550 тысяч электромобилей. Они говорят, да, дела идут хорошо, но не настолько. Наша тема электромобилей, развитие электротранспорта у нас в России. И тут этот человек пишет, это как же она от дома заряжает? 12-го этажа провод идет к машине или дом еще надо свой покупать? Вне политики написала. Да, как в том анекдоте, папа, я купи, у нас, сынок, тебе деньги, не отличаясь от остальных, купи себе, что там все ездят на троллейбусе, а я на машине, купи себе троллейбус. Да, купили 20-этажный дом. Скажите, действительно, вот вы говорите, что в Москве вы заряжаетесь, значит, бесплатно, где-то есть платные точки, иногда вы заряжаетесь дома. Реально ли от обычной батарейки-то, ой, в смысле, от обычной розетки 220-вольтовой заряжаться? Или как это вы делаете? Нет, машина заряжается любыми способами. То есть, первое, это обычная розетка 220-вольтовой. Единственное, что так как сила только маленькая, то и скорость заряда невысокая. То есть, для того, чтобы полностью зарядить машину, это нужно около 20 часов. Это полностью, да, у меня порядка 400 километров пробега. И, в принципе, за ночь от обычной розетки я могу взять порядка 150 километров, да. И этого достаточно для дневного движения по... По городу. По течении дня, да, по городу. Дальше. Это уже промышленная трехфазная розетка. Это уже большая сила тока, да, уже 32 ампера. И, соответственно, это быстрее происходит зарядка. Дальше это зарядные станции, так называемые медленные. То есть, зарядка машины происходит порядка 4 часов. Это от нуля до полного. И далее это так называемые быстрые зарядные станции. То есть, зарядка до 80% происходит где-то за полчаса. Поэтому, в зависимости от того, какой тип зарядного устройства мы используем, в зависимости от того, что мы хотим получить на выходе, мы можем зарядиться дома, мы можем зарядиться на общественных зарядных станциях или на быстрых зарядных станциях, на, допустим, АЗС. Ну да. Тут нам указывают на то, что Тесла не продается в России. У нас не рекламный эфир Теслы, у нас эфир про электромобили. А на другие автомобили электрические у нас продаются? Что у нас со социальным дилерством? Или народу приходится возить откуда-то все остальное? Нет, нет, нет. Если машины можно купить, то есть на сегодняшний день что продается официально? В основном это, конечно, премиум-линейка. Это Audi e-tron, Jaguar IPS, это Porsche Taycan. На сегодняшний день вот эти машины представлены в колоннах. У BMW есть? Да, да, да. BMW i3 сертифицированная машина. Раньше еще была сертифицирована Nissan Leaf. Но сертификат, к сожалению, закончился. Я пока не знаю о планах Nissan. Будут ли они именно сертифицировать Nissan Leaf, либо уже свою новую модель, это Nissan Aria, которая была представлена на европейских автосалонах. И, конечно, потрясающий автомобиль, современный и уже передовой. Ну вот я вижу перед глазами эту новость. Вчерашнюю за прошедшие три квартала, там отчеты подоспели. Три квартала текущего года, 20-го, вот этого карантинного, коронавирусного. На российском авторынке было реализовано 3770 электрифицированных машин на вторичном рынке. А на первичном 343 единицы. Самым популярным электрокаром на рынке, знаете, кто стал в 2020 году? Nissan. VITRON? Nissan. Это из новых машин, наверное, VITRON, а из бэушных Nissan. Они лидируют в основном на рынке Владивосток-Хабаровской, вот эта часть Российской Федерации. Почему? Потому что очень дешевые машины. Они приводятся праворуки, праворуки и лифт, допустим, стоят порядка 400 тысяч рублей. Ну плюс-минус, что вы можете найти за 350 и за 600. Ну вот линейка вот по цене примерно такая. А если вы берете уже для европейской части машину, леворукую, да, как нам удобнее с вами привычнее, то она уже стоит от 800 тысяч до миллиона. И в этой части большая разница, плюс еще Владивосток-Хабаровск, это дешевая электроэнергия, и плюс к тому же развита уже на сегодняшний день инфраструктура, потому что компания «Росгидро» вложила инвестиционные средства и создала там быструю зарядную сеть. Молодцы какие. Ну вот тут вопрос, да, наличие сети, там возможности, вопрос курицы и яйца, да, что впервые нужно сеть зарядную развить, чтобы люди уже без проблем. Вот я бы подумала, прежде чем, да, купить тоже такой автомобиль сейчас, потому что я знаю, где у меня бензиновые заправки, если не в Москве. Ну в Москве, да, допустим, я открою приложение и посмотрю, где электрические заправки. Ну, допустим, да, ну а я думаю, а что, если я поеду в Москву, а что, если я поеду, ой, в Петербург, а что, если я поеду куда-то, внутренний туризм, значит, куда-нибудь, в какую-нибудь Тулу, смогу я там или не смогу? Сразу очень много вопросов. Конечно, сможете. И настроение портится. Я хочу раздеть просто ваши сомнения, потому что трасса «Санкт-Петербург-Москва» оборудована быстрыми зарядными станциями, они стоят на «ЗФ-Шелл», вот на всей трассе они есть. И что касается вот моего опыта, поверьте, я была в большинстве регионов, то есть вот Мурманска, да, на своей машине, почему у меня такой большой пробег, потому что мы занимаемся популяризацией этого вида транспорта, и показываем, что это можно сделать, чтобы вот эти сомнения на практике развеять, то есть когда говоришь, что это возможно, люди говорят, нет, ну как же так. Вот мы были в Териберке, это практически берег северного Ледовитого океана, я была на ней в Сочи, и это все своим хоном, так скажем, проблематика, да, есть. Я не могу сказать, что путешествие на электромобиле – это очень быстро, потому что если вы заправляетесь на бензином, это у вас 10 минут, да, то электрика – это где-то около получаса, то есть ваши, если вы далеко едете, – Как раз в соцсетях посидеть нормально можно, посидеть и ехать потом еще несколько часов без соцсетей, да? – Да, то есть немножечко дольше, но при этом вы эти полчаса можете потратить на съесть пирожок или, не знаю, там, прогуляться, немножечко посмотреть окрестности, потому что все-таки полчаса, это тоже не там два часа, не три часа. – Анастасия, ведь гостья не ответила на вопрос, как она заряжает дома автомобиль, все-таки расскажите, не поняли люди. – У меня обычная розетка, у меня подземный паркинг, я его арендовала, и там обычно 220 розетка. – Вот, вот вам и ответ, пожалуйста. Скажите, вы остановились в гостинице, даете на ресепшен удлинитель и говорите, заведите, пожалуйста, мой автомобиль, зарядите? Не успокаивайте люди, они вот все вот это вот… – Вы знаете, ну как? – Нет, ну маленький город, например, какой-нибудь, что вы делаете? А вы туда приехали? – Ну, смотрите, во-первых, у меня вот на АЗС всегда есть розетки, да, на обычной АЗС, да, где я могу поставить свою машинку и воспользоваться, допустим, трехвазной розеткой, как правило, дают. Один раз мы ехали по трассе, и совсем вот, ну, совсем ничего рядом не было, и мы остановились на обычной заправке, и говорю, дайте розетку. И коллега, вернее, оператор АЗС говорит, ну вот смотрите, микроволновка стоит, вы возьмите, вытащите ее. Мы вытащили микроволновку, включились в обочину 220, подзарядились, поехали дальше. Потому что проблематики нет. У нас вообще есть постановление 860-е правительство Российской Федерации, которое говорит о том, что все автозаправочные станции должны быть оборудованы зарядными станциями. Единственное, что неопределено, что такое зарядная станция, поэтому большинство АЗС воспринимает это как розетку, да, то есть розетка трехфазная или однофазная. Это, конечно, нехорошо, но, по крайней мере, вы всегда можете обратиться к оператору и сказать, вот есть такое постановление, дайте нам розетку, они дают. Интересный вопрос, Гендальф. Сейчас перейдем к звонкам, говорит, ну, сколько времени увеличится очередь на заправочных станциях при резком увеличении количества автомобилей, если на зарядку одного уходит порядка 30 минут? Вы, кстати, бывали, небось, в странах до карантина, где большую распространенность имеют электромобили в Европе где-нибудь? Как там? Ну, и такой ситуации, чтобы все-таки их стало больше, или где-то были очереди на заправках, наверное, еще нет? Я, честно говоря, не встречала, я видела видео, да, в Ютьюбе, когда Тесла выстраиваются к зарядкам Теслы, да, почему? Потому что для определенных владельцев, ну, те, которые первоначально приобретали электромобили, все зарядки Теслы бесплатны, а остальные зарядки, они платные, да, потому что все-таки это бизнес. Если вы говорите о том, что будут ли очереди, нет, как только появится спрос, тут же появится и предложение в виде операторов сетей, которые будут устанавливать, те же самые АЗ, будут устанавливать зарядные станции, и рынок очень чутко отслеживает, да, вот потребности рынка в зарядной инфраструктуре, как только начинается рост, тут же появляются зарядки. Вопрос к Ие от Сергея Женко, у нас есть, как на советском радио. Какие прогнозы по увеличению электротранспорта в России? Понадобится для этого строить новые электростанции? Не приведет ли это к ухудшению экологической ситуации при использовании станции ТЭЦ, или в связи с этим есть планы развития атомной энергетики? Спасибо. Вы знаете, тоже такое, ну не могу сказать, что заблуждение, но немножечко искаженная информация, потому что как работают электромобили, как мы электромобилисты ими пользуемся. То есть я в городе практически не пользуюсь зарядной инфраструктурой, потому что у меня есть розетка. Включаю я ее ночью, да, то есть я приезжаю домой и ставлю машину на зарядку, там раз в два-три дня я так делаю. И, соответственно, получается, что мое потребление происходит именно в то время, когда спад потребления в городе. То есть промышленные предприятия ночью практически не работают, соответственно, офисы не работают, еще там что-то не работает, и происходит, так скажем, спад потребления в городе, при этом включаются электромобили. Поэтому развивать дополнительно, устроить дополнительные электростанции, если мы будем использовать интеллектуальную систему управления сетями, да, вот то, о чем мы говорим на различных совещаниях и конференциях, да, что должна быть интеллектуальная система, которая будет перераспределять мощности, и все сетевики, то есть там Россети и ее дочернее независимое общество говорят о том, что электромобили для нас-то благо, да, потому что у нас генераторы не работают в холостую, потому что когда спад, как раз загружаем мы эту сеть и используем ту электроэнергию, которая, в принципе, все равно вырабатывается. Поэтому строить что-либо дополнительное на текущий период точно нет. В будущем, конечно, посмотрим. Сейчас, допустим, в Москве вот уже запустили там 500-й электробус. Да, это уже чувствительно. Почему? Потому что эти электробусы заряжаются днем, да, то есть в те же самые периоды, в которые работают основные предприятия. И здесь уже на сегодняшний день рассматриваются варианты ночной зарядки, да, для электробусов, чтобы все-таки нивелировать как раз вот это потребление. Но все-таки вот на сегодняшний день ни в европейских странах, ни в каких-либо других регионах не говорится о том, что нужно строить дополнительно электростанции, а говорится о том, что нужно заменять, допустим, угольные электростанции на электростанции на возобновляемых источниках. Опять-таки это солнце и ветер. Давайте звонки, как мы обещали. Звонки сейчас, я еще прочитаю телеграмму и смс. Самое интересное, задам вопросы вслух нашей гости. И Гордеевой, председателю Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры. Наш эфирный номер 737394-8. 495-й код, прямой московский городской номер. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Вот скажите, я вот послушал передачу вашу, да, и это вот такая отличная реклама электромобиля, но вот у нее породила цифра. То есть за 20 часов заряжается машина, получается, на 150 километров. Нет, на 150 разве? 150. Нет, нет, нет. Нет, нет, вы неправильно послушали. За 20 часов на 400 километров зарядится от розетки. Если вы будете использовать зарядную станцию, то на 400 километров за полчаса. Вот, все, спасибо большое за вопрос. Где можно в заправках менять аккумуляторы? Снял свой, поставил заряженный и дальше поехал. Как газовые баллоны меняют? Григорий предлагает. Вот еще я какие-то перекладные лошади, помните, были раньше? Когда ты ехал, меня одних оставлял, а других брал и ехал дальше. Вот так вот, такая система. И этот же Григорий нам пишет о том, что он в Финляндии видел около, где-то там он видел зарядную станцию, которая работает от ветряка, тут же стоящего. Вот, полностью зеленый цикл. Это пока электромобили в городе по пальцам пересчитать можно. Они не создают нагрузку на сети. Когда будут их миллионы, что делать будем? Кстати, и тогда уже не будет халявы с бесплатной парковкой и отсутствием транспортного налога. Это да? Ну и что вам этот налог-то, Господи? Там он у нас такой небольшой. Я, друзья, я напоминаю, кто не следит за тем, как он потребляет электричество, просто к сведению, например, многотаристный учет с применением тарифа для квартир с газовыми плитами, знаете какой? Вот вы наверняка никто сходу не сможет назвать. Вот сходу наверняка никто. А я вам скажу, самая дешевая ночная зона для газовых домов с газом, это ночь, если у вас трехтарифный счетчик, 2 рубля 13 копеек. А полупик, это уже 5 рублей 47 копеек. А пик, это утреннее время, когда все завтрак готовят, и вечернее, когда все с работы приходят, там с 7 до 10. Это 6 рублей 57 копеек. Вас стимулирует? Стимулирует. А вы на это внимание обращаете или нет? Я не знаю. Ну, для домов с электроплитами там тоже рубль 57 ночью, а днем до 6 рублей доходит фактически. Ну, вот вы про это тоже думаете иногда, когда включаете посудомойку, стиральную машину или там печь начинаете что-то. Не верю в электроавтомобилизацию России в течение ближайших 50 лет, как минимум. В Рязанской области газ дали 30 лет назад, заправки только появились в достаточном количестве на трассе. Свет раз в неделю отключает, а вы про электромобили, пишет 72-й. А вы как, кстати, вот самый первый главный вопрос от нашего одного из слушателей. А когда, вы думаете, произойдет переход, ну, такой вот 90-процентный на электромобили? Ваши оценки какие? Вы как пользователи? Я думаю, что до 90-го это маловероятно, что мы в ближайшее время достигнем. Да, это связано именно с огромностью, не то слово, да, с большой протяженностью дорог в России. И как раз вот этими ограничениями, которые на сегодняшний день по емкости есть. Но они преодолеваются, и, естественно, в будущем, если у нас 5000 километров будет на одной зарядке, то этот вопрос будет решен. Поэтому, я думаю, переход будет постепенный. Если мы посмотрим циферки, да, которые... Да, на график, на математике, как мы, если по экспоненту посмотрим, когда придется. У нас каждый год удвоение. То есть, если мы возьмем, сначала было 890, потом 1800, потом было 3600, на сегодняшний день, вот, на середину года было 6000... Да, нет, было 6300, это общее количество не новых машин. А как только в этом году у нас изменили пошлины, да, то есть 4000 машин везли в этом году. То есть практически столько же, сколько общее количество за несколько лет предыдущих. И я думаю, что до конца года мы еще покажем серьезный рост. Мы все-таки ожидаем, что также будет в геометрической прогрессии расти количество электромобилей, но все равно будут некие точки ограничения, которые будут связаны именно с регионами. Ну, про регионы, да. Но если говорить, все-таки у нас концентрированное население живет, с другой стороны, да, в крупных городах, и там по южной кромке границ, в общем, в стране в целом. У нас, кстати... Да, да, пожалуйста. Да, у нас, к сожалению, деваться нам будет некуда, потому что если вы посмотрите мировые сотки, вот новостей, да, вы зачитывали, Bentley, там Audi, другие концерны, они на сегодняшний день прекратили R&D, то есть разработки в части бензина. Все разработки и их усилия по модернизации машин направлены именно на электрички. Почему? Потому что в Европе с 30-го года начинается запрет на продажу бензиновых машин. То есть с 30-го года и по 40-го постепенно каждая европейская страна отказывается от продажи бензиновых машин, и получается, что мы будем находиться в неком, знаете, окружении европейских государств, где машины бензиновые не продаются, и, соответственно, концерном производить в России бензиновые устаревшие машины, да, в которых уже нету новинки и, так скажем, R&D разработок, будет неэффективно и неинтересно. Конечно, будем ездить на европейских, которые как раз потекут к нам, вторичные, вторичные уже ненужные. Да, 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 да. Нам нужно как раз об этом подумать. Некоторое время, да. Понятно, да. То есть вы как бы, ну, сложно сказать. Я могу дополнить, что у нас в студии, например, висит табло от Дептранса, которое показывает, их всего два в Москве, вот на радиостанциях у нас, еще одна радиостанция. И оно показывает количество машин, количество просто автомобилей, количество каршеринга, такси, транспорта, там, ДТП и так далее в режиме реального времени. Так вот, в моменте на дорогах Москвы с утра находится примерно от, там, 500 до 600 тысяч автомобилей в моменте. Всего за сутки обычно это цифра где-то в районе двух миллионов автомобилей. Ну, я вот не знаю, как они считают, там, вот уникальных или повторно выезжающих и так далее. Ну, в моменте удобнее смотреть. То есть на самом деле, вот если вы, дорогие слушатели, вам нужна какая-то цифра для того, чтобы прикинуть, как быстро вот с такими темпами построить модель, мы перейдем на электромобиль и вот-вот может эту информацию как-то использовать. 7373948 наш прямой эфирный номер. Давайте вопросы, Игорь Деев, задавайте, пока есть такой шанс. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, слушатели, Говорит Москва. Гостью не с самого начала передачи, слушаю имя, не знаю, извиняюсь. Ия, Ия. Чиалка. Очень, да, очень приятно. Как гости наши относятся к промежуточному варианту между электромобилями и бензиновыми? Это гибриды. Я сам эксплуатирую Toyota Prius. Да, у меня такой промежуточный вариант. 20 километров всего он бегает на электричестве. Может быть, это компромисс между электромобилями и машинами с ДВС? Вот мой вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос. Отвечу словами одного из выступающих на конференции. Я тоже задала такой вопрос, как и вы. А это был один из разработчиков автомобилей. Я говорю, может быть, это переходный, может быть, это хорошо. Он говорит, вы понимаете, что когда мы считаем безопасность бензина, у нас, условно говоря, я приведу условные цифры, да, 300 формул по безопасности. Когда мы считаем безопасность электрички, мы берем 100 формул. А когда мы берем гибрид, мы должны 100 умножить на 300, да, и получить расчеты вариативности различных событий и по бензину, и по электричке, и вместе взятой. Соответственно, что, собственно говоря, сделать очень трудно. Поэтому он говорил о том, что, в принципе, гибриды – это путь тупиковый, да, то есть он не будет развиваться. Ну, я знаю, что Приюш – хорошая машина, и все владельцы и недовольны. Я думаю, что для нашей страны, возможно, для движения как раз на длинные расстояния, это и хороший вариант, но в плане техники, да, производства, электромобилей и вообще автомобилей – это, так скажем, задание со звездочкой. Ну, да, Юля пишет. Добрый день, у меня соседи по ночам моются, стираются, еду готовят. Прям полноценная ночная жизнь. Думаю, и с электромобилями тоже найдут, как сэкономить. Да, Юля, это люди будущего у вас там за стенкой живут. Не проще использовать ДВС как электрогенератор, выбросив коробку, коленвал и приводы? Валерий, ну, это так, уже тут инженерная мысль пошла работать у наших слушателей. Армия, полиция и так далее тоже будут ездить на электромобилях? Сомневаюсь, пишет 72-й. Ну, конечно, будут. Если все будут, то и они будут первые. Вы знаете, есть, рассматривала китайские бренды, да, которые производят электромобили. И в линейке нескольких брендов есть не просто спецтехника, да, то есть скорые, полицейские машины, пожарные машины, но даже танки электрические, поэтому точно будут. Нефть все равно жечь надо или газ. Откуда иначе взять электричество? Валерий пишет, ну, где-то будут жечь, но не у нас в городе. Вы можете себе представить? Просто я с этого начала программу, когда все автомобили у вас электрические, они ездят бесшумно и не коптят. Вы себе это представить можете? В городе. Тишина и воздух, как в парке в каком-нибудь, нет? Так, значит, да, у нас будут потери большие на проводах. Представляю картину будущего ночи. Стоит 35-этажный дом, и у всех из окон провода связают, и все автомобили заряжают, пишет Сергей. Да, где-нибудь в какой-нибудь коммунарке, да, так и будет. А я не хочу электричества. Бензин форево, лимузин. Пишет, вы еще наклейку себе сзади такую, знаете, как это, ну там получается на английском языке матное слово, а потом fuel economy, мол, не хочу я экономить на бензине, да, вот такое тоже у нас. Но народ, надо сказать, и скептически, конечно, относится у нас, есть, ну, 50 на 50, то есть кто-то говорит, вы умалчиваете, Мототокен тут придирается к словам и говорит, что аудио – это не концерн, и Мототокен говорит, что вы не рассказываете об издержках, огромных издержках при производстве этих электромобилей. Но об этом мы когда-нибудь еще в другой раз поговорим с вами, да. Спасибо большое Ие Гордееву, председателю Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры. Будем надеяться, что еще раз с вами как-нибудь встретимся и обсудим продвижение в этом вопросе, да, Ие? Да, спасибо вам. Хорошо, до свидания.